Привет, друзья, с вами Спрут. Сегодня без каких-то лишних прелюдий хотел показать вам, как работает Steam in HomeStream. Да, прям стихи. Если вам нужны прелюди, здесь можно посмотреть, как это работает на айфонечке, здесь можно посмотреть, как это работает на маке. Поехали! Ну что ж, давайте разберемся, что это за HomeStream такой. Это сервис для создания домашних трансляций. То есть игра или приложение могут запускаться на машинке посильнее и передаваться на машинку послабее. А теперь ответим на первый вопрос. Можно ли через это играть? Сейчас трансляции запущены по Wi-Fi и, как видим, никаких лагов или подтормаживаний нет. Все работает прекрасно. И отсюда возникает следующий вопрос. Может быть теряется качество передаваемой картинки? Сейчас мы видим первый скриншот, сделанный со стороны клиента. Накладываем на него скриншот, сделанный со стороны сервера. По мне, практически никакой разницы нет. Если вы ее увидели, пишите в комментариях. И последний вопрос. Насколько все это требовательно к железу? Давайте возьмем несколько железок и протестируем на них работу. Первый это Mac. Моя рабочая лошадка. С далеко не игровым железом. Следующим героем будет Lenovo. Это первый ноутбук, который я сумел себе купить новый. Каким образом этот старичок дожил до наших дней, неизвестно. Ну а следующий девайс это компьютер от Intel, обзор на который будет в следующем выпуске. Ну а сердце нашей трансляции это сервер, на котором будут запускаться все игры и передаваться на клиентские машины. Теперь на всем этом добре попробуем запустить несколько игр. Посмотрим, как они идут. Первая игра это GTA V. Сначала мы ее запустим на Mac. Я постарался сделать нарезочку более-менее динамичных кадров, чтобы это было не очень уныло смотреть. Далее мы запускаем игру на Lenovo. Как видим, все идет прекрасно. А так справляется с задачей Intel стик. Также к любому клиенту можно получить геймпад и прекрасно играть, например, на телевизоре с помощью него. Что касается производительности, все идет очень неплохо. Мы видим, что загрузка процесса не превышает даже 50%. А следующий на очереди Battlefield 4. Кстати, настройка всего этого добра безумно проста. Достаточно установить Steam на обе машинки. На них появится возможность запускать игры друг друга. Как видим, на Lenovo ведет все прекрасно. Но здесь ее спасает исключительно разрешение. Если бы не оно, то Wi-Fi класса G не вытянул бы данную картинку. А следующий раз для тестирования будет Doom 4. По моим ощущениям, все идет очень хорошо. Если вы не согласны с моим мнением, прошу отписаться в комментариях. По мне, вполне рабочая технология. С ее помощью у меня появилась возможность поиграть на Mac, а также в спальне. Также хотел напомнить, что все это работает при помощи Steam. Ну что, подписываемся на канал, ставим лайки. Все ссылки в описании. Всем умрай добрачи.